Вы смотрите программу «Здоровые и знаменитые». Мы рассказываем истории знаменитостей, для которых правильный образ жизни, то есть благополучие, гармония с собой, хорошее самочувствие и, как следствие, красивое тело – это осознанный выбор и обязательные условия достижения успеха, как в карьере, так и в личной жизни. Вы всегда сможете последовать их примеру, измениться сами и изменить свою жизнь к лучшему, какие бы преграды ни ставила вам судьба. Герой сегодняшнего выпуска – Евгений Папунаишвили. Привет, я Женя, я танцор и учитель танцев в собственной школе. Мой мир – это непрерывный танец, который лучше слов передает абсолютно все чувства. Знаменитому российскому спортсмену скоро стукнет 35, а он уже несколько лет выглядит так, словно узнал секрет вечной молодости. Тело Аполлона, кошачья пластика – минимум возрастных изменений. Все это есть у Евгения благодаря ежедневным многочасовым нагрузкам. Это такое сочетание, знаете, всего и танцев, и фитнеса, и нагрузки, эмоции – это все-все вместе. Поэтому это настолько популярно и востребовано сейчас во всем мире. Я очень рад, что у нас это все таким образом, даже не шажочками, а прыжками огромными развивается. Помимо внешней красоты, Жене удается достичь и гармонии с самим собой. Неиссякаемый источник энергии спортсмена берет свое начало в позитивном мышлении, любви к окружающему миру и работе. Я просто настолько люблю свою работу, это, знаете, это какой-то псих в этом смысле. Я достаточно зарабатываю, могу себе позволить уже там что-то делать, может быть, от чего-то отказываться. Но мне настолько все интересно, мне настолько интересно там сделать этот проект, сделать это, и я не могу что-то наполовину. Есть еще одна гигантская движущая сила в жизни Евгения Попунаешвили. Это чувство к противоположному полу. Он, как настоящий грузин, знает толк в девушках. Глядя на то, как девушка двигается, я могу понять, какая она в жизни. Но при этом ей совсем не обязательно уметь танцевать. Я могу всему научить ее сам. Прочитанными книгами для Попунаешвили становятся самые известные и красивые девушки нашей страны. Танцевальный проект на федеральном канале приносит Евгению всероссийский успех, а вместе с ним и множество слухов вокруг его личной жизни. Танцору приписывают романы с партнершами по паркету. Сначала с Ксенией Собчак. Затем с разведенной уже к тому моменту Аленой Водонаевой. Моя прекрасная, красивая свадьба, о которой я всегда мечтала. Но не была она такой чудесной и настолько эмоционально важной для меня, как проект «Танцы со звездами». Потому что помимо того, что я здесь протанцевала все эти танцы, я даже какие-то выводы сделала, как не нужно вести себя с мужчинами. Ну и под конец доходит до сплетен вокруг его отношений с глубоко замужней певицей-глюкозой. Мы Жене передаем из рук в руки, чтобы мы все хотим принять участие. Я понимал, что с этим человеком мне будет легко работать и будет комфортно. Ну мы же не только танцуем, знаешь, вместе. Мы же... Хорошо, не останавливайся. Стоп! Я уверена, что между ними был роман. Между вот, о ком писали, это был роман. Но это был роман правильно, телевизионный, это был роман творческий, танцевальный, потому что невозможно станцевать так, не испытывая в человеку чувств. Были эти чувства, было это все. Это была не игра, это было реально. Сам Евгений по прошествии времени признается, что настоящая любовь его связывала лишь с одной из вышеперечисленных красоток. Конечно, жизнь развела, и я очень рад за Ксюшу. У нас так сложилось, что мы далеко не один день были вместе, и это были счастливые моменты в жизни. Вот, я считаю, всегда надо быть всю жизнь благодарным. Остальные же партнерши становятся для повелителя латиноамериканских танцев верными друзьями. Больше, чем дружба, больше, чем любовь, больше, чем все, потому что мы родные люди теперь. Мы партнеры, и это такое, знаете, тайное состояние, когда ты понимаешь, что ты за человека просто вообще любого убьешь. Ну, это талант. Это талант находить всегда самых лучших, самых красивых. Я счастливчик. У меня в моей жизни самые лучшие девушки, самые красивые. И это классно, это здорово. Это всегда в памяти внутри. Все проекты замечательные. Я очередной проект в этом году, который был, доставил огромное количество эмоций, радости, очень много сил было потрачено. Звездные товарищи, популярные и успешные девушки вокруг, слава, собственный бизнес. Все это есть у Евгения Попунаишвили благодаря делу всей его жизни, которым он бесконечно гордится. Но так было не всегда. Такой стереотип, знаете, вот это мужики не танцуют. Я стеснялся очень этого в детстве. Первая школьная любовь Евгения круто меняет всю его дальнейшую жизнь. Именно чувства подталкивают будущую звезду танцпола преодолеть себя. Девочка в первом классе, которая мне очень нравилась, пошла на танцы. Я обязательно должен пойти на танцы и стать лучшим. Первым среди всех. И в глазах этой Марии. Чтобы во дворе не смеялись над таким нестандартным для мальчишки занятием, параллельно маленький Женя ходит в секцию футбола, в глубине души мечтая об успешной карьере с мячом. Я тогда болел футболом. Я был абсолютно, вот я в 5-6 лет, я четко знал, что я стану лучшим в мире футболистом. Футбол с танцами порядка 5-6 лет я совмещал. Ну не получалось. Не хватало сил, не хватало скорости, не хватало техники какой-то. Особо такое, потом занимался в Тушино, играл за команду, такое не было. Ну как бы такое, ну на энтузиазме, скажем так. Так вот. Поэтому было принято решение, ну и нужно было уже просто серьезно во что-то ударяться. И танцы это было именно то. Сделав выбор в пользу танцев, Бапунаишвили еще много лет комплексует и стесняется рассказывать открыто о своем профессиональном увлечении. Пока в один прекрасный день не вносит свое имя в книгу рекордов Гиннеса. Я установил рекорд России. В России был самый массовый урок танцев в России. 2239 человек. Я вот из 100% уроков пропустил, наверное, процентов 5. То я просто не было в Москве. Уже с 14 лет Евгений Бапунаишвили зарабатывает деньги самостоятельно. Он преподает танцы в различных студиях. Увлечение, ставшее профессией, приносит Жене и доход, и серьезные награды. Сегодня Бапунаишвили – танцор международного класса, победитель открытого чемпионата Финляндии по латиноамериканским танцам 2002 года, чемпион Москвы по латиноамериканским танцам, полуфиналист чемпионата России, а также финалист российских и международных турниров. Сейчас мы с вами будем танцевать. Танцевать будем сальсу. Это, мне кажется, одно из самых стильных и самых эмоциональных танцевальных направлений. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Сальса – современный танец, возникший в 1970-х годах в Нью-Йорке. А придумали его иммигранты из Латинской Америки. Сальсу танцуют парно или в группах, и ее существует множество видов. Всеми ими Евгений владеет в совершенстве. Кубинский стиль, венесуэльская или доминиканская сальса, жгучая колумбийская сальса, сальса Лос-Анджелес и Нью-Йорк, сальса Пуэрто-Рико и Руэда-де-Кассино. Те полторы-две минуты, которые видит зритель, за этим скрываются часы, десятки часов работы над собой. Просто один шаг можно отрабатывать часами. Один шаг. Я очень люблю сальсу. Очень. Я считаю, что нельзя не уметь танцевать сальсу. Это всегда может пригодиться в жизни. Как мне советовал мой тренер, когда ты выходишь на паркет, какая бы музыка ни зазвучала, представь, что это твоя самая любимая песня. И тогда твой танец будет таким же. Страсть, огонь, жгучий темперамент, потрясающая пластика. Польза от такого зажигательного танца немалая. Заключается она не только в физических, но и в психологических аспектах. Многим в жизни не хватает именно того набора эмоций, того драйва, который дарит этот зажигательный рик. На практике это означает, что сальса обладает неким терапевтическим эффектом, позволяя избавляться от стресса. Ведь недаром танцы во всем мире признаны антидепрессантом. Ко всему прочему, любимый Евгением вид бальных танцев сжигает около 400 калорий в час. Один из самых романтичных и основных танцев – вальс. Его танцуют и на школьных балах, и на свадьбах. Уникальность вальса заключается в том, что он учит ориентироваться в пространстве и развивает координацию. Несомненный плюс – минус 250 калорий за академический час занятия. Запомните принцип шагов. Почувствуйте, вот доведите это движение именно до автоматизма, чтобы потом, когда вы приглашаете свою прекрасную даму на танец на каком-то мероприятии, вы чувствовали себя совершенно уверенно, и ваши ноги сами несли вас в танец. Бальные танцы, которыми в идеале владеет Евгений Попунаешвили, включают в себя все виды парных танцев. Как и в любом виде спорта, в таком дуэте от участников требуется командная работа. Партнеров учат быть чуткими друг к другу, чувствовать, понимать и сопереживать коллеги по паркету. В бально-спортивных танцах главным является мужчина. Именно поэтому мальчики с детства обучаются раскрепощенности, избавляются от стеснительности и зажатости. Исчезают комплексы в общении с противоположным полом, приобретается уверенность в себе и прививается ответственность. В 5-6 я уже точно осознал, когда в группе очень большое количество девочек. Я понял, что это прекрасный вид спорта. Я мог выбирать партнерша. Вот, и вообще, ну, как-то с детства, какой-то каким-то был абсолютно неугомонным, все время в движении, в каком-то... Я не мог сидеть на месте. Набив за несколько лет работы педагогические шишки, Папунаишвили находит единомышленников и открывает в столице собственную сеть танцевальных школ. Специально для программы «Здоровые и знаменитые» спортсмен соглашается провести мини-экскурсию. Уголок нашей гордости, уголков два. Собственно, в первой школе и во второй. Поэтому пришлось как-то награды разделить. А есть такие награды, которые невозможно разделить победителям проекта «Танцы со звездами». Все, что связано с моими успехами, я сейчас абсолютно точно все это проецирую на школы. И для меня важно, чтобы это не у меня дома стояло, а... Да, собственно, школа – это и есть мой дом. Очень комфортный зал для индивидуальных уроков, небольших групп. Ну-ка, здравствуйте. Салса? А-а-а! Это одно из самых популярных направлений в нашей школе. Это карибен микс. Салса, бачата, ча-ча-ча, меренги. В общем, все очень позитивное, все очень активное. В студии, в самом сердце Москвы, несколько залов для частных и групповых занятий. Одна из главных фишек школы Папунаишвили – уроки свадебного танца, к которым звездатели экранов подходят с особым трепетом. Евгений лично контролирует процесс создания брачных номеров от и до. Спортсмен убежден – как станцуешь, так и войдешь в семейную жизнь. Я считаю, что свадебный танец – это самое эмоциональное, что происходит на свадьбе, поэтому я так к этому отношусь. Самое главное, чтобы построить хореографию так, чтобы нервов не было у тех, кто танцует. Потому что иногда я вижу на свадьбах бедные мысли – только бы не ошибиться, только бы там не сбиться. И это выглядит не всегда круто. Для некоторых учеников занятие бальными танцами становится по-настоящему судьбоносным этапом в жизни. Ведь зачастую тесный контакт с партнером на паркете перерастает в духовную близость, а затем и в семейные кузы. Я знаю, что, правда, многие здесь познакомились и вместе, и с ними уже. Центральную часть в танцевальной школе Папунаишвили занимает барная лаунж-зона, в которой нет места нездоровому образу жизни и вредным привычкам. Наша барная зона, вообще вся без запрещенных препаратов. Да, такой фреш у нас бар. Всевозможные фреши, напитки, соки, лимонады. Титулованный спортсмен старается пить много воды и употреблять продукты, содержащие огромное количество витаминов. Ведь он с утра и до самой ночи находится в непрерывном движении. Ежедневно через руки и ноги Жени проходят десятки учеников. Среди них есть и звездные студенты. Я люблю всеми этими делами заниматься профессионально. То есть, если мне понравится, то я буду приглашать танцора на дом или ходить в школу индивидуально. А когда на меня все смотрят, я не люблю разучивать движение, потому что я перфекционистка и мне нравится продукт сразу показывать, когда он в идеале. Активный образ жизни – это очень полезно. И сюда я пришла отчасти для того, чтобы поддержать именно активный, здоровый образ жизни. Ведь танец – это тоже фитнес. Танец – это тоже движение. Движение – это жизнь. С возрастом, когда ты ходишь в зал часто, то в какой-то степени все приедается. Поэтому ты ищешь какие-то новые формы того, как сбросить лишние калории и лишние килограммы или граммы жира. Поэтому я считаю, что зумба – как раз новая фитнес-программа, которая позволяет разнообразить свой фитнес-досуг. Ты не проснулся, и тебе не хочется идти на велосипеды на спиннинг. А железки ты делал вчера, и у тебя болят мышцы. Поэтому ты идешь на зумбу, получаешь хорошее настроение. Зумба – танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов, которая соединяет как стремление к здоровому образу жизни, так и регулярные спортивные тренировки под танцевальную музыку. Одно занятие этим новомодным видом спортивных нагрузок может избавить от 500 ненужных калорий. Если вы хотите, чтобы ваша фигура всегда была идеальной, то и вам нравится танцевать, и вам нравится вот это все сочетать, поэтому зумба – это то, что вам нужно. Это абсолютно точно. Часов 12-13 в день танцую, поэтому мне… Это знаете какой фитнес? Это покруче любого фитнеса. Помимо российских знаменитостей, бизнесменов и политиков, Евгения обучает танцам и тех, кто не настолько известен. Причем бесплатно. Уроки на открытом воздухе – еще одно ноу-хау Бальника. Нью-Йорк, 90 градусов, 90 градусов, 90. Ча-ча-ча. И ча-ча-ча. Без рук, без всего. Да-да-да. Я вижу, что многие из вас знают, что это такое. Вот этого не надо. Сейчас же не надо. Спокойно, чтобы ваши пальцы не оказались в глазах у соседа. Не важно, какой у вас рост, вес, статус, любой человек может прийти и начать танцевать, учиться танцевать. Раз в неделю Женя и лучшие мастера его школы собирают в московском парке сотни желающих научиться красиво и элегантно вилять бедры. Я отдаю, наверное, в несколько раз больше энергии, эмоций. Такая идет невероятная отдача. Но в то же время и получаю тоже, да, в несколько раз больше, чем просто, может быть, на частном уроке. За три часа открытого урока Евгению удается расшевелить даже самых закостенелых учеников. К концу массовой репетиции танцующие уже знают основные бальные шаги. И, что самое важное, они полностью расслабляются и чувствуют уверенность в каждом сделанном движении. Тратится огромное количество сил для того, чтобы вот это все создать. Создать эти уроки в парках, создать фестиваль. Это все без всякого подвоха. Это для того, чтобы люди увидели, попробовали и, возможно, после этих уроков, возможно, после этого урока кто-то просто стал счастливым. Подобные занятия уникальны. Спортивные нагрузки на природе способствуют улучшению кровообращения. Когда вы даете себе физические нагрузки, то ваш пульс начинает биться быстрее. Учащается и дыхание. Легкие, а соответственно и кровь, быстрее насыщаются кислородом, который является важным звеном в окислительных восстановительных реакциях. Попросту говоря, обмен веществ происходит в несколько раз быстрее. Клетки омолаживаются. Самочувствие заметно улучшается. Пока есть силы, я считаю, что надо абсолютно точно вытанцеваться. Очень хочется больше танцевать. Пока есть силы самому дарить людям эту радость, учить людей. На своем примере показывать, как это несложно, что может абсолютно каждый попробовать и у него получится. Каждый день жизни Евгения Попаноишвили наполнен движением, хорошим настроением и обменом энергии с любимыми подопечными. Это один из секретов отличного самочувствия, стройной фигуры спортсмена и отсутствие видимых возрастных изменений. Плавание и танцы – это два вида спорта, где задействованы все группы мышц. Наличие усердных учеников, статус педагога и организация танцевального бизнеса обязывают быть профессионалом с большой буквы и организовывают жизненный график так, чтобы все успевать. Это ответственность. Ты не можешь уже подвести. Ты должен вот эту таблетку счастья уже продолжать давать, потому что, ну, людям это необходимо. На протяжении уже нескольких лет роль личного тайм-менеджера для Жени выполняет родная мама. Каждое утро на протяжении многих-многих лет ни один будильник меня не берет. Мне звонит мама. Пару лет назад ранний подъем для звезды телевизионных шоу являлся подобием пытки. Но сегодня, в 9 утра, Евгений уже на ногах и готов к многокилометровому благотворительному забегу. Несколько минут на разминку, и вот он на старте среди друзей, коллег и простых москвичей, решивших раз и навсегда изменить свой образ жизни. Я думал, что это будет ужасом, потому что для меня, правда, 10 утра – это очень рано, но я получил огромное удовольствие. Какой кайф, какое количество людей, все абсолютно позитивные, добры. Мне трех километров не хватило. Мне просто зарегистрировали первый раз на 3 километра. Вот, но мне прям, я еще хочу, и в следующем году это будет точно как минимум 10. Каждый день именитого спортсмена расписан по минутам. Кажется, Женя просто не может усидеть на месте. Любую паузу в своем расписании он заполняет новыми проектами, идеями и активностями. Сейчас мы едем на съемку клипа, клипа моей подруги, замечательной артистки и певицы Наташи Королевой. На всякий случай много с собой вещей для танца в клипе, для вечерней съемки, для уроков. Как вы видите, вещей, правда, много. Времени заехать домой, переодеться просто нет. Поэтому все приходится возить с собой. Так как все время за рулем, я практически не употребляю алкоголь, меня больше напрягают люди, которые пьют, и пьяные вокруг. Абсолютно точно никогда в жизни, никогда в жизни для меня это такая запретная история. Ничего не употреблял, никаких вообще видов наркотиков, каких-то препаратов. Для меня это все какая-то очень запретная такая история. Залог круглосуточного функционирования фонтана жизненной энергии Евгения Робертовича Попаноишвили – отказ от вредных привычек, соблюдение собственного биоритма, а также полноценный здоровый ссор. Но так тоже было не всегда. Каких-то полгода назад Женя мог позволить себе заглянуть в ночной клуб и провести там пару часов. Реакция подвыпившей публики на его звездную персону часто становилась неадекватной. Случаются такие моменты, когда я немножко, не знаю, я либо взрываюсь, либо у меня там могут закрываться в том числе и там шторки. Но когда ты, например, в каких-то там местах, тебя «О, там, эй, танцор! Давай, танцуй!» Что тебя воспринимают как танцора, который должен всегда танцевать в любой вообще ситуации. Часто очень в клубах, в каких-то мероприятиях играет музыка, и так все сразу, ну, ну, давай, пляши. Практически полностью отказавшись от ночных загулов, которые и обычного-то человека выбивают на несколько дней из колеи, а для спортсмена и бизнесмена чреватой отменой тренировок и срывом деловых встреч, Евгений вновь с головой ударяется в любимое дело. Принимает участие в нескольких проектах одновременно. При таких нагрузках даже организм профессионала не выдерживает и дает сбой. У меня была грыжа в шейном позвонке, был момент, когда я не мог вообще шеи повернуть. Вот, немножко было страшновато, и в такие моменты, правда, задумываешься, вот, ну, не дай бог, что-то случится, что могло бы повлиять на мою возможность танцевать. С самых первых шагов на танцевальном паркете будущая звезда сальсы и бочаты получает ушибы. Ну, самое, наверное, банальное это какие-то падения, да, и попадание партнершей локтем в челюсть или между ног. Кто-то, ну, я уверен, что это случайно, конечно же, выставил ногу, много же пар на паркете. И я очень красиво упал, но самое главное, что я не мог остановиться. Успешный сегодня король латиноамериканских ПА признается, что в начале карьеры ему частенько приходится пятиться назад по турнирной таблице. Я тоже через это прошел, знаете, когда-то у тебя не просто все там получается, нет, просто провал, вот просто мимо. Вот позор был, да, нужно было это преодолеть. Период неудач для Папунаишвили давно закончен, но привыкший всему миру доказывать свое первенство спортсмен и по сей день продолжает придумывать преграды, через которые впоследствии успешно перешагивает. Одним из самых тяжелых испытаний в жизни нашего героя становится травмоопасное шоу на центральном канале без страховки. Уже усталость зашкаливала, уже там кто-то не выдерживал, кто-то травмировался, получал травмы, кто-то уходил с проекта, приходили новые. А ну я вот так, пошел, пошел, пошел. Практически ни одна репетиция не обходится для танцора без телесных повреждений, ссадин и синяков. Но от родителей Евгений из самых пеленок получает лишь одну установку. Да, я завожусь, да, я там перфекционист, да, я точно всегда, ну, есть одно место. Первое. Желание всегда и везде быть лидером заставляет Евгения отключать инстинкт самосохранения. Очень часто в попытках завоевать золото, в очередной раз испытывая на прочность свои человеческие возможности, звездный спортсмен играет со смертью. В экстремальном каком-то режиме я там двигался, занимался, с нуля гимнастикой, стрясение мозга получил, но, знаете, легко отделался, потому что на этом проекте там очень серьезно травмировались люди. преодолел страх сальто и на одной из тренировок просто вошел головой в батут и все, вот прыгал сальто, не докрутил и просто головой в батут и все, у меня сотрясение мозга и травма, ну, очень серьезная была, вот я даже сначала не понял, что это. После неудачной тренировки Женя и не думает покидать шоу. Он продолжает репетировать. Ангелочек меня ведет, так что я пока избегаю каких-то серьезных проблем со здоровьем. Итогом долгих мучений и упорных стараний для спортсмена становится выступление перед многомиллионной аудиторией с трогательным номером Антарктика. АПЛОДИСМЕНТЫ Некоторые из присутствующих смеются над неуклюжим пингвином. Кто-то плачет. Ну а строгий член жюри Филипп Киркоров аплодирует стоя. АПЛОДИСМЕНТЫ А белоряд пингвины не летают. Ну нет слов, но как это было красиво! АПЛОДИСМЕНТЫ Это было все в жанре, в стиле, артистично. Уже когда вышли эти оранжевые носочки, это сразу, это сразу, это потрясающий пингвин, которого сразу полюбили все, и зрители, и мы. Благодарность публике лучший подарок и результат для известного спортсмена. Однако после окончания экстремального телепроекта, когда уровень адреналина в крови понизился, Женя понимает, что так рисковать он больше не имеет права. Ради многочисленных учеников, поклонников и семьи Евгений решает пересмотреть свой взгляд на вечную гонку за лидерство. Это очень стрессовая ситуация. К сожалению, я не настолько дисциплинирован, чтобы как-то выстраивать свой отдых. Например, я не был в отпуске уже там два с половиной, почти три года. И сейчас просто все мое окружение просто в буквальном смысле заставляет меня немножечко отдохнуть. Знаете, я просто понимаю необходимость, уже необходимость каких-то массажей, каких-то какого-то такого ухода. Ну, это просто необходимо. Ничего удивительного, что для отдыха и разрядки Евгений Робертович Копаноишвили придумывает себе не менее спортивное занятие, чем танцы. Он возвращается к тому, чем так увлекался в детстве. Отныне хобби Жени в футбол. Любительский уровень это то, что в данном случае вполне устраивает перфекциониста Копаноишвили. Лидер по жизни маленький Женя понимает еще в глубоком детстве. Самый прибыльный вид спорта не для него. Я очень любил футбол. Я просто объективно понимал и чувствовал, что у меня не получается. Я думаю, что вы все видели. На самом деле не очень талантливо у меня это получается. Просто мне это нравится. Сейчас появилась возможность иногда играть очень аккуратно. Мы играем, бережем ноги, но при этом получаем массу удовольствия. Гоняет мяч по полю Евгений в компании своих коллег. Преподаватели школы танцев Евгения Попаноишвили. На импровизированной трибуне игроков-любителей поддерживают друзья. Но в кадр случайно попадает и колоритная незнакомка, которая, кажется, больше всех переживает за главного героя. Да, да, да. Валяет за меня и очень приятно, что приходит поддержать. И это такое очень здорово. Ее зовут Салима. Она настолько мне очень важна, чтобы в такие моменты... Ну, как бы это... Это не то, что обязательно. На самом деле правда у каждого при этом там в своей жизни. Я уважаю очень интересы ее в том числе. Но мне так приятно, что она сегодня в футбол. Да, окей, я, конечно, поеду тебя поддержать. И, ну, она со мной в такие моменты просто вот болеет, переживает. Ну, ей просто очень нравится футбол. Здорово. Какие-то мне замечания делает. Уверенный в себе и амбициозный бог танцпола, рассказывая о своей личной жизни, вдруг становится застенчивым и робким. Наученный горьким опытом предыдущих отношений, когда каждый его шаг с возлюбленными обсуждала вся страна, теперь Евгений предпочитает скрывать от посторонних глаз даму своего сердца. Только в откровенном интервью для нашей программы танцор делится душевными переживаниями. Она, в общем, итальянка. Она живет в Москве, она живет в России, у нее здесь она очень занятой тоже человек, она очень успешна. Нам очень хорошо вместе, она очень хорошо уже говорит по-русски, вот, я какие-то там знаю что-то по-итальянски, мы можем на уровне слов прям разговаривать и понимаем друг друга. К взаимному пониманию пара приходит не сразу. Темпераментная итальянка поначалу очень осторожно относится к участию Евгения в очередном сезоне «Танцы со звездами». Я сразу говорил, что это такое, проект «Танцы со звездами» это сложнейший проект. И мне очень приятно, что моя девушка, она поладила и очень сдружилась с Глафирой Тархановой, с моей партнершей. И это было так здорово, она всегда поддерживала, она всегда как-то эмоционально поддерживала. Просто могла там, вот мы уходили в ночь, там занимались, могла просто приехать, там чуть вкусно, и уехать. Но это вот так вот дорогого стоит. Не только Салима меняется в отношениях с любимым, но и сам Евгений становится менее категоричным и принципиальным. Мне и так тяжело, очень. И чтобы, мне хочется, чтобы близкий человек, с которым мы там еще определенное время там проводим вместе, чтобы я точно уже в этот момент, правда, отвлекался и стрессовал, и нервничал. А когда тебя со всех сторон, ты где, что, почему, когда вернешься, никогда. Эта интернациональная любовная история, пожалуй, самая серьезная для Евгения. Если раньше спортсмен мог отшутиться на вопросы журналистов о скорой женитьбе, Ну, мне кажется, не все рано женятся. Вот как вы на это смотрите? Такой ответ. Есть примеры, когда поздно женятся или до сих пор не женаты. То теперь, кажется, он созрел для собственного семейного гнездышка и готов отказаться от холостяцкой жизни, в которой всегда было место не совсем здоровому образу жизни. Моя девушка, например, не курит, и она как-то так вот скептически относится, но она понимает это. И знаете, как я тут считаю, что должно быть просто... Мне, например, не нравится, когда воняет от человека там с сигаретами. И я понимаю, что я вот так не хочу. До недавнего времени Евгений всерьез не задумывается о своем здоровье. Но его спутнице, применившей все женские хитрости и уловки, удается объяснить танцору, что курение не лучший способ снимать стресс. И далеко не украшение для такого красивого и статусного человека. Где идут миллиарды, миллиарды долларов, там всегда, понимаете, пропаганда, и всегда те же, кто, я не знаю, курит больше всего, будут агитировать, насколько вредно курение и так далее. Потому что кому-то, может быть, это просто выгодно. Друзья ставят финальную точку в многолетних отношениях Жене с сигаретами. Они берут азартного Попуноишвили на слабо. Я бросил абсолютно легко, я выиграл 20 тысяч долларов, понимаете, я бросил курить. С появлением в жизни звезды латиноамериканских танцев, итальянской красавицы, Евгений начинает задумываться и о правильном питании. До недавнего времени Попуноишвили, как саранча, ест все, что попадается на пути. Ночные перекусы, блюда из фастфуда в обеденный перерыв. Кажется, что его желудок переварит любую нездоровую пищу. Никогда в жизни никаких диет, никаких специальных программ по питанию. Вот я не ем, я жру. Что касается питания, что касается именно биоритмов, это вообще точно не про меня. Я ложусь спать очень поздно. Иногда работать заканчиваю только в 11-12, и пока поесть, ночью надо еще съесть кусок мяса. Холостяцкая жизнь приводит спортсмена к тому, что в собственной квартире он так ни разу не встречается с плитой и духовкой. Влюбившись, Женя понимает, что нужно меняться. Он готов помогать своей избраннице по хозяйству. Делать свои первые шаги одному Попуноишвили страшно, поэтому он заручается поддержкой самых близких друзей и дает бой кухонной технике. Это мои самые близкие друзья и знакомому уже очень много лет, дружим много лет с первого курса института. То, что сегодня получилось собраться, в будний день вот так вот я вдруг психанул, я вчера позвонил, говорю, все, отмените, пожалуйста, я приглашаю вас на обед. Университетские друзья, с которыми Женя знаком около 20 лет, признаются, что их грузинский товарищ вечный двигатель, образу жизни которого можно только позавидовать. Женя, это, знаете, одна сплошная такая юла, просто моя дни, который без остановки вечный двигатель, который умеет сочетать просто вещи, я не знаю, несовместимые. Мы можем гулять в выходные проводить вместе там до 5 утра и 8, мы можем уже позвонить, сказать, как мы здорово потусили и сказать, а ты еще спишь? Я говорю, да, я уже на работе. Это батарейка, которая никогда не садится, энергия бьет, а вдвоем мы или много народу, без разницы, он всегда такой, много-много энергии, которую он всегда отдает. Женя может прийти в любое время, он может все отменить, если реально нужно, он бросит все и прибежит. Для кулинарного обеда Евгений выбирает итальянскую тематику. И неспроста, освоив несколько средиземноморских блюд, танцор хочет удивить свою вторую половинку. Под руководством опытного европейского шеф-повара дружная компания готовит тортеллини, итальянские пельмени, вегетарианский салат с грейпфрутом и артишоками и десерт меренгату. Вообще класс, ну просто класс. Кто король порезки артишоков? Для фруктово-овощного салата необходимо очистить грейпфрут от кожуры и вырезать мякоть. Нарезать мелко артишоки, салатные листья лучше нарвать вручную, затем необходимо приготовить заправку, смешать мед, оливковое масло, оставшийся сок от грейпфрутов, добавить по вкусу морскую крупную соль и перец. После соединить вместе все ингредиенты, а сверху нужно положить изюминку блюда вяленые томаты черри. Сам поучаствовал в приготовлении, но это круто. Во время дегустации первого блюда спортсмен признается, что пока все же общается с кухонной утварью исключительно на вы. Всегда рестораны, никогда не готовлю. У меня недавно первый раз включилась плита. Я что-то мне нужно было разогреть. Первый раз в жизни я включил плиту дома. Желание старого доброго товарища освоить кулинарное искусство поддерживает и совладелица школы танцев в Попаноишвиле Ирина Оголецкая. Почему я ужасно завидую Женю? Это то, что он может действительно есть все, что угодно, когда угодно, в огромнейших количествах и вообще ни на граммульку не поправляются. Вот это я не знаю, как научиться. Метаболизм у него такой, энергия у него такая, видимо, все сгорает внутри. Ира одно из первых узнает о любых изменениях в жизни давнего соратника. Когда Женя сообщает ей о своем решении изменить свое отношение к еде, девушка приходит в восторг, так как ей больше не придется быть гастрономическим надзирателем. Ест он все подряд, особенно любит газированные напитки, не буду говорить, какие, я против этого, постоянно пытаюсь ограничить, он говорит, Ира, ну это так вкусно, не мешай мне наслаждаться этим. Я, конечно, как сварлию говорю, тебе это нельзя, есть вот не надо, это есть не надо. Второй кулинарный шедевр – итальянские пельмени из пресного теста с мясом, сыром или овощами, тортеллини – высший пилотаж. Для приготовления деликатеса нужно правильно сделать начинку, соус и, конечно, тесто. Я итальянских песен знаю больше, чем многие итальянцы, готов поспорить. Тесто должно быть пресным, в его основе яйца, мука и небольшое количество манной крупы. В начинку входят постное мясо, овощи, немного сыра, а для приготовления соуса используются грибы-шампиньоны, взбитые сливки, специи по вкусу. Варить готовые тортеллини нужно исключительно в овощном бульоне. В удовольствие, да, тем более, когда получилось так вкусно, прям прикольно, понятно, что сейчас мне скажи, повторить это, вряд ли я прям так повторю, и так же получится вкусно. Легкий десерт, основой которого является воздушное безе и свежие фрукты, пожалуй, самая важная часть урока, ведь его Евгений готовит для своей любимой, Салимы. Она приезжает в кулинарную студию к назначенному времени и не подозревает о том, что ее ждет. Женя, который ни разу не держал в руках миксер и не знает ни одного рецепта, спешит удивить ее своим первым в жизни пирожным. Это сам сделает. Это один из шагов Евгения Попуноишвили на пути к здоровому образу жизни. Ради собственного успеха, прекрасного самочувствия и будущей семейной жизни спортсмен готов отказаться от вредных привычек и полностью изменить свои взгляды на привычные ему вещи. Это счастье, которое я очень ценю, и я благодарен Всевышнему, что у меня есть возможность заниматься самым своим любимым делом. Любовь всей моей жизни это танец. У меня все хорошо и огромное количество друзей это моя самая большая радость и ценность и гордость и я хвастаюсь этим. У меня классные друзья, их очень много. Мы как раз хотели от нашей семьи пожелать Жене, чтобы он нашел, я не знаю, может быть этот человек у него есть. Он скрывает и в принципе правильно делает, а то сразу все налетят. Чтобы у Жени всегда рядом были люди, которые будут настоящими и никогда не подведут его. Может быть этих людей будет не так много, но они будут качественно правильные. Классный друг, абсолютно светлый человек, абсолютно мне вот ни с кем так не весело, как Женя. Женя чересчур жизнерадостный, чересчур активный, очень веселый и естественно он очень эмоциональный, это факт. Я не помню каких-то таких вот действительно вспышек, да, там, ярости, да, или еще конфликта, такого не было, слава богу. Ну, во всяком случае, в моей практике с ним как-то даже я же не наблюдал. А именно вот такие вот радостные, эмоциональные какие-то, может, всплески, да, это регулярно. А чего точно никогда не сделает самый популярный танцор страны, так это не придаст родных и близких ему людей дело всей своей жизни и своих любимых поклонников. Я желаю всем вам станцевать свой лучший танец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!